привет приветики всем конец я снимаю это видео с вами канал art money сегодня расскажу как мы отдохнули санатории мы ездили в санаторий как вы уже видели отдыхали мы там где-то дней 12 наверное может быть даже побольше но не нет ни две недели там получилось получилось у нас неделя с небольшим в принципе знаете когда едешь отдыхать с маленьким ребенком в принципе этого достаточно правда ребенку вот на днях будет пять лет тогда да как раз было 4 и 11 до 4 1 почти 5 5 ребенку отдохнули сразу скажу мне хорошо очень хорошо отдохнули постоянно на улице там был сосновый пор хотя его кусочек совершенно небольшой когда мы смотрели по карте этот санаторий мне казалось что там просто огромный лес что-то загорожен и забором большая территория мне так казалось ну как там стоит санаторий да но в лесу практически почему бы не сделать большой кусок леса да ну почему так не сделать я бы сделал например дорожки бы разные лавочки гамаки бы я сделала если бы я строил это опять же чисто я вот ну в реале оказалось там принципе на видео увидели там небольшой кусочек но в принципе пройтись так кусочек маленький погулять по лесу можно там все загорождены забором то есть чужак там не пройдет люди которые уходили туда они видимо куда-то пропадали но видимо не по окружности и там где-то в другом месте выходили вот здесь туда шло много ну тогда тропиночка такая где-то там просто допустим когда я уходила в лес я туда уходила и обратно приходила по этой же дороге ну а пошла и опять вернулся и села на лавочку то есть у меня так было проще чем там круголя делать там непонятно через что там дальше немножко всякие камни лежат всякие там ну на колодце можно с сандаликами песок там где-то вот был что-то там зарыто что-то рыли видимо или набросали какой-то песок он прям знаете так идешь он такой мягкий был мне казалось что сейчас так пух и провалюсь в песочные какие-нибудь пещеры вот там даже в этом песке приводили ребенка и он сидел там играл в машинке в этой в этом песке таком как как длиняный какой-то такой песок там видимо а на песочнице да нигде нет и поэтому он любил видимо поиграть в песке вот то есть ну запах сосновый запах просто великолепный я когда туда заходил у меня начинал сразу дышать нос он прям хорошо дышал когда там выходил и просто где-то гулял ну так дышал из дома выходишь ну не особо дышит туда приходишь и нос прям очищается прям дышит ароматы такие при том когда сидишь в телефоне этого не чувствуешь когда сидишь вот просто любуешься дышишь природу так туда-сюда да то я чувствовала запах аромат пение птиц там в принципе все это услышали это прям вообще мне очень понравился этот санаторий очень просто прям понравился вот детская площадка там немножечко конечно маленькая все-таки вот ну поначалу мы приехали наверное первые там дней семь людей практически не было нам повезло мы отдыхали еще во втором корпусе там он был вообще пустой ну там с нами отдыхало пару человек всего то есть пятиэтажное а нет не пяти девятиэтажное здание да и нас там было несколько человек ну и в принципе по всей территории гулял там несколько бабусек и все ну и так много народу было очередей не было в там в этом ресторане где мы кушали соответственно тоже особых очередей не было то есть все было нормально спустя семь дней понаехала куча людей еще и детьми вдобавок то было уже сложно очереди были везде очереди были в ресторан там уже они не успевали то есть мы должны допустим заходить там восемь а нет в 7 6 7 что вечера у нас уже запускали там 7 30 то есть они успевали перемыть посуду наложить разложить разнести там что-то такое но не успевал народ не народ а эти работники да и то есть но народ стоял и соответственно там последний день в последние деньки я стоя среди людей я чё-то цепанула какой-то вирусную инфекцию но это не корона вирус конечно вот когда по приезду приехали с ребенком ребенок у меня немножко болел но он тоже там тоже чё-то цепанул вот мы прям тяжело бы ну я тяжело болела мне очень тяжело болело без температуры но нос у меня вообще не дышал обаяние пропало мне прям даже очень сильно испугалась но слава богу вылечилась болела я неделю наверное три то есть я уже не записывала никакой ролик хотела записать но горло очень сильно очень сильно болело горло и вот нос был заложен вот нос там врач сказал что воспалена слизистая носа то есть представьте воспаление слизистой носа как так возможно было как откуда у меня то есть у нас вообще в принципе не лазит в тот момент я как раз закончила лечение чтобы у меня нос дышал то есть пока я там лечилась эти полгода я уже вообще перестала туда ловить не знаю как-то там цепанула от кого-то как-то стоит она криво чё-то вот то есть ну вот так вот отдохнули с ребенком ну чисто с ребенком отдыхать конечно немножечко сложновато постоянно его куда-то тянет пошли на улицу пошли туда пошли когда мы пойдем нет я туда не пойду нет я хочу туда нет пошли вот это вот тянучка туда сюда это немножко сложновато если честно сложно для взрослого в плане еды ребенок ну как выяснилось там все дети практически не едят их кормят родители причем разные возраста пять шесть рядом с нами сидели мальчишки ну лет по девять наверно восемь девять десять их тоже кормили родители с ложечкой папа с мамой с одной стороны там он сидит один ребенок сидит рядом с мамой ну мальчики да другое рядом с папой и родители их там параллельно кормят то есть сами они не едят вот ну очень плохо в основном они болтают заняты чем то есть дети вообще не едят при том там меню прям разнообразное очень кстати классное там с утра подается несколько видов колбасы сыр масло то есть ну чтобы сделать себе брод кашка такая сякая два вида и сок сок конечно сладкий половина стакана сока он сладкий мне не нравилось я потом перестала брать есть кофе растворимый кофе сахар и сахарозаменитель кому нельзя сахар лимончик сливки да то есть это все есть по утрам в обед не помню там кофе есть или нету по-моему даже не знаю то есть на обед и на ужин уже было где-то от четырех до шести видов салата представляете 4-6 видов салата разного абсолютно разного капустка очень вкусная мне понравилось там белокочанная нарезанный салатик свекольный салатик там с орешками такой сикой с брокли там какие-то прям мне очень нравилось но там как получается шведский стол но при этом брать там то есть там была либо глубокая тарелочка которую вот я сначала накладывала горой либо плоская а нет или наоборот я а нет я по-моему брала плоскую да потом стала уже брать глубокую накладывала с горой чуть-чуть того чуть-чуть того чуть-чуть того но 6 салат представляется там то есть по две ложки как раз получается вот то есть ложечка очень маленькие вот то есть не ложечка это тарелочка слишком маленькие не очень удобно это было хотелось большую тарелку но если дадут большую тарелку то это наложат очень много вот поначалу конечно салата всем хватало даже оставалось а когда народ подъехал то ну его докладывают Докладывают. Его докладывают до тех пор, пока он не перестанет заканчиваться, чтобы наелись все. Плюс, кстати, плюс этого салата, ну, спокойно разрешается взять домой. То есть, ну, если кто-то перед, вернее, там, после прогулки, да, кто ложится там 9-10 вечера, да, захочет еще покушать, мы брали. Я называла это пятый ужин. То есть, там давали кефир. Кефир, кстати, давали в стаканчике пластмассом. Это не очень удобно. Три стакана тащить домой, это очень тяжело, это неудобно. Ну, понимаете, они мягенькие, да, вот. Мама брала три стакана, остальное брала я, там, булочки иногда давали, не давали. Либо фрукт какой-то, ребенку йогурт давали иногда. То есть, это все. Остальное тащишь в пакетики, открываешь дверь, плюс еще следишь за ребенком, который вечно спотыкается или пытается сбежать, или где-то остаться забытым. Ему это очень нравится. То есть, это не очень удобно. Было бы гораздо удобнее, если бы это был кефир. Вот пакетик. Вот пакет взял кефир и, да, положил в сумку и пошел. Можно погулять, потом вернуться домой. А стаканчики вообще неудобно. Мне не понравилось. Ну, кефир, кстати, очень вкусный. Он такой, ближе к йогурту. Он без таких, без козявочек был. Вот, маме очень понравилось. Мне не сразу, по позе понравилось. Самое интересное, знаете, когда этот кефир раскладывали по всем столам людям, то люди зачастую, большую часть людей, этот кефир даже не выпивали и не забирали домой. То есть, даже вечером попробовали, один вечер всем поставили. Второй вечер решили не ставить никому, а ставили на подносе этот кефир. Народ весь забрал этот кефир, полностью весь и унес домой. Представляете? А вот так, когда дают, они не берут. Не пьют, не берут, оставляют. То есть, этот кефир уже выбрасывают. Его сливают в общую кучу и не знаю, куда там отправляют. Хотя, честно говоря, лучше бы отправляли все эти остатки еды, вот, всякие есть приюты животных, да, собачки, кошечки. Мне кажется, они бы там поели. Что-нибудь там, как-нибудь там, я не знаю, сварили бы из них, что-нибудь добавили, там, мясное. Мне кажется, там поели бы животные. Тем более, ну, мясо там тоже остается, не все люди. Люди, конечно, едят. Ну, не знаю, вот у нас с этой стороны была часть людей. Ну, да, большая часть людей, они просто оставляют еду. Наберут салата, покушают, фу, что-то невкусное. И оставляют этот салат. Еду, мясо спокойно оставляют, вот, кефир, булочки даже некоторые не едят. Компоты, хлеб, все оставляют. Обидно. Обидно за еду, которую, вот, знаете, ее покупали, ее готовили. Конечно, она уже оплаченная заранее, но она остается. Вот это вот больше всего обидно. Не знаю, меня, например, мама поручила не оставлять еду. Либо доедаешь, либо забираешь домой. То есть, ну, не знаю, я приучена так. Своего ребенка я тоже так же приучаю. Ну, зачем оставлять? Не знаю, мне кажется, это некрасиво как-то. Ну, не знаю. Как-то, ну, нет, одно дело, если, допустим, это еда невкусная. Ну, невкусная, да, ну, невозможно ее есть. Там, пересоленая, там, что-нибудь, я не знаю. Это одно дело. Там, мясо не жуется, например. Там, как-то раз нам подали говядину, которая не жуется. Ну, как-то мы там меню, видимо, когда заполняли, она заполнялась на компьютере, мы там пропустили. Видимо, один день, и нам подали говядину. Ну, не жуется она. Я не смогла ей проживать. И мама не смогла. Ну, мы оставили. А куда деваться? Ну, зачем подают говядину-то людям? Элементарно просто посмотреть, там, что человек заказывает. А, заказывает помягче. Значит, у него зубами проблема, да? Значит, надо ему принести что-то помягче. Вроде они там все смотрят, просчитывают, кто что съел, сколько съел. Там ходят, записывают какие-то бумажечки, к некоторым подходят, что-то спрашивают. Вроде что-то делают, что-то смотрят. Да, а вот потом по итогу эту говядину зачем-то впихивают. Уж лучше бы с этой говядиной, не знаю, не каждый говядин проживет, правда. Лучше на котлеты пустить это мясо. Оно будет, мне кажется, помягче. Вместе с рисом будет прекрасно. Прекрасный ежик получится, кстати. Вот, отзывы написать, конечно же, я не написала. Оказывается, нам листочек для отзывов дали сразу. Ну, мы там как-то не было времени эти документы пересматривать. И уже в последний день, перед самым отъездом, я нахожу этот листочек. Блин, это было обидно. Я ничего не успела написать. Очень жалко, конечно. Ну, не знаю, может на сайте у них там, не на сайте, а в 2 ГИС. Может быть, я там, скорее всего, напишу. Я надеюсь, что они там увидят. Ну, в принципе, все понравилось. Там отзывы очень-очень хорошие. Всем все очень-очень безумно нравится. Вот, мы когда туда ехали, мы выбирали. Либо вот это санаторий, то есть, санаторий Надежды, да, в Тольятти находится. Ну, то есть, от Самары до Тольятти от нас это очень далеко. Либо у нас в Самаре есть еще один. Там был какой-то написан, что там проходной двор, там постоянно люди какие-то приходят. Постоянно, то есть, ну, как бы за ребенком надо следить, когда едешь с ребенком. Ну, и просто, допустим, какие-то люди будут приходить к тебе на территорию неизвестные, это будет тоже не очень приятно. Я бы не хотела, чтобы постоянно какой-то шастал там непонятный народ. Ну, как-то, я не знаю. Не знаю, ну, как вот все равно вы на даче живете, а к вам на даче будут приходить какие-то люди неизвестные постоянно к вам во двор. И что-то там делать, сидеть, отдыхать, вам же не будет приятно. Ну, нет, это там. Ну, и, конечно, это отпало, естественно. Я не хочу так. Вот, а туда из Самары, в Тольятти, там мы туда ехали две с половиной тысячи, заплатили в такси. Обратно ехали, нет, не две с половиной, подожди. Или две с половиной, или полторы. Нет, две с половиной, по-моему, да, туда. А обратно ехали за 1900 рублей заплатили мы туда. Ну, мама дала две тысячи, потому что хорошо, довольны, ехали, и сдачи бы, конечно, он не нашел. И у нас, соответственно, сдачи, то есть денег мелких тоже не было. Потому что мы надеялись, что там будет магазин, в котором мы сможем что-то покупать и разменивать наши денежки. Но там магазина нет. Вот это, кстати, огроменный минус, нет у магазина. Есть аптека у них там, но аптека работает, не знаю, я так поняла, что эта аптека работает раз в неделю, в какой-то день определенный. То есть, ну, если вам срочно что-то понадобится, жаропонижающее, вы в этой аптеке нифига не купите. Не знаю, если, может, там кто-то что-нибудь вам ее откроет и вам продаст, может быть, но не факт. Я ни разу не видела, честно. То есть, все лекарства, вы едете туда, все абсолютно, все абсолютно лекарства везете с собой. Я взяла, например, не все лекарства для ребенка. Мне пришлось потом... А, ну да, через Бераптеку я потом заказывала оставшиеся лекарства. Потому что ребенок у нас разболелся, мы не знали, чем, что делать, что, как вообще, куда обращаться. У него температура поднимается, поднимается, лекарства, температура уже начинает заканчиваться, она у него все шпарит. Не знаю, 39, наверное, у него точно было, он был горячий, мы даже градусник не взяли с собой. Мама говорит, да ладно, не надо. Вроде, ну, не знаю, короче, как-то так. Ну, потом, наступил мое день рождения, и он тут же выздоровел у меня ребенок. И больше не болел. То есть, один день он ровно промочился. Но 19 июня все-таки мы подумали, что нужно, наверное, заказать лекарство, вдруг вечером у него поднимется температура. Неизвестно же, правда? Думаю, ну, надо заказать. Ладно, заказали. На 2000 заказали лекарства. Вот, после этого я решила, конечно, нет, лучше надо брать, конечно, все с собой, все лекарства. Ну, блин, с другой стороны, не все же возьмешь. Все равно что-то забудешь. Все равно, ну, не хочется тащить абсолютно все лекарства, но надо. Вот. Мне там, я когда-то заболела, мне стало становиться хуже, наверное, за два дня. У меня просто заложило там горло, и все. То есть, ну, вроде, я чувствую, что у меня кашель появляется, но я решила не кашлять. Иначе я потом начну дальше кашлять. И все. Домой я приехала, мед, ложку съела, но с утра у меня горло разболело. Ну, то есть, я уже заболела дома, слава богу. Вот, там я хоть не болела. Ну, нормально еще. Ну, так, нормально себя чувствую, да. Вот. Ну. Так вот. В последние дни, конечно, Дима уже себя вел довольно плохо. Уже хулиганил, уже такое это. Там тоже были дети. Детей уже начал задевать, толкать. Девочек там толкать, щипать уже начал. Уже все. Он прям вел себя уже ужасно. У нас уже как раз получался вот один день, и на следующий день нам уже уезжать. Он уже очень себя вел плохо. Уже просто мимо детей вместе с ним пройти было уже невозможно. Притом ему говоришь, Дима нельзя. Дима не надо так делать. Дима не надо. Он все равно подошел к девочке. Мы заходили как раз в столовую. Там стояла девочка, открыла дверь и стояла, держала. И он на нее проходил и ее ущипнул за руку. А девочка, ну, там годика два, наверное, ей было. Расплакалась, ей больно было. И вот объясняешь, Дима нельзя. И у него все равно вот надо, надо что-то там. Где-то истерики закатывал. Там такие истерики. Знаете, со стороны, наверное, казалось, что это избалованный ребенок. Которого никогда не ругают, ничего, которому все дают. Там, наверное, так казалось. Конечно, ехать на отдых без папы, это ужасно. У нас я заметила те дети, которые на отдыхе без папы, они, как правило, избалованы. Они, как правило, орут, визжат, ведут себя плохо. Там все, ну, нет, у папы есть мама. Мама, там, перестань, перестань, ну, перестань. Ну, что ты так себя ведешь? Ну, перестань. А там надо вот именно как взять и рявкнуть. Те дети, которые едут на отдых с папой, я заметила, они как шелковые. Там был мальчик на год, младше Димы, где-то 4 года ему было, он был с папой на отдыхе. С папой, мамой, бабушкой. И еще у них маленький ребеночек там. Вот. Он, как шелковый. Он прям все прям ровненько ходил. Не плакал, не кричал. Сидел даже сам, по-моему, он кушал. Прям все. Ну, он мимо Димы проходил и так на Диму со злости смотрел. Прям так. Потом там шел папа, правильно говорит, так надо на хулиганов смотреть. Сначала не подумал, что он смотрит на него так это. А Дима там весь вертится, за столом сидеть не может. А тот уже как взрослый такой. У меня прям казалось, что ребенок старше гораздо. Я вижу, он по росту-то меньше нашего Димы. Наш Дима и так маленький. И тот меньше. Дети те вели себя хорошо, спокойно на площадках, на этих. Смотрю, спокойно играют. Спокойно ходят там. Нет. Не кричат, не визжат. А вот который без папы, надо, конечно, ехать с семьей. С мамой и с папой ехать. Потому что папа наш ждал дома, соответственно. Дома Дима ведет себя хорошо. Шелковый. Все, на улице с папой. Все, он спокойно. На улице со мной без папы, например. В принципе, тоже хорошо. А там уже в санатории, конечно, удули в попку. Он одеваться сам не хотел, его одевали. Чтобы, не дай бог, только он не начал кричать, визжать. Ну, потом уже конец, конечно, у меня уже терпение лопнуло. Я уж бывало там ряхнуть на него могла. Вот. То есть, ну, потому что уже было под конец отдыха, было невозможно. Он себя уже вел очень плохо. Уже невозможно было. Вот. Все-таки, ну, 12 дней, в принципе, хватило. Достаточно. Вот. Вот так вот. Так вот мы отдохнули. Не знаю, в каком возрасте надо ехать на отдых, чтобы ребенок себя вел хорошо. Не знаю, не в 5 лет точно, не младше. Там была мама с дочкой, дочкой, не знаю, ну, года не 5, конечно, 4, может. Меньше немножко 4. Она там такие истерики закатывала маме. Это вообще. Она постоянно орала. Постоянно было ее слышно. Визжание, кричание, крик. Что-то, по-моему, девочка Лера, что ли. Вера или Лера ее звали. Ему все время крик слышно опять. Ну, такая тишина, знаете, там, птички поют. Да хорошо. Крик откуда слышно? Понятно. Это девочка Лера. Точно. Идет. Это ужас, конечно, был. Ее было слышно везде и всегда. Что-нибудь не так. Она начинала просто орать, визжать. Истерика, плачет. Не знаю, это ужасно. Там тоже казалось, что как будто папы вообще нет, что мама воспитывает ее одна. Мама все потыкает. Ну, ладно, ладно, успокойся, успокойся. Ну, все хорошо. Пойдем дальше. Пойдем. Да-да-да, мы потом зайдем. Там, да-да-да, спокойно с ней. Она там прям вообще визжит. Дима ее прям терпеть не мог. Прям он ее стороной всегда обходил. Как-то она прям ему не нравилась совсем. Играть с ней, конечно, нет. Он даже не хотел. Ну, к некоторым девочкам он там может, да, пойти поиграть. Ему хочется даже, а к ней нет. Видимо, дети видят детей и видят, какое там отношение вот этого всего. Не понравилось ему, видимо. Вот. Территория очень красивая там. Облагороженная. Все красивое. Там какие-то всякие цветочки стоят. Там зайчики, ежики, там памятники, фонтан даже есть. То есть у них вот территория прям обалденная. Прям очень хорошая. Соседний санаторий стоит там. Ну, облагораживают. Ну, не настолько. Она как-то более, видно, она такая более дешевая территория. Такая, хоть там и много дороже. Ну, там особо не прогуляешься. Территория гораздо меньше. Но у них хороший лес. У них хороший лес. И у них хорошая детская площадка. И у них в санатории, в самом, то есть все процедуры находятся на первом этаже. То есть там не надо ходить. А вот в санатории надежда, это вот честно, это ужасно. Часть находится на одном первом этаже. Такое ощущение, как будто его строили, не знаю. Как будто, знаете, ощущение, как будто там было какое-то здание. И в этом здании решили сделать санаторий. Ощущение было такое. Часть находится на одном этаже. Другая часть там на этом же, что ли, по-моему. Не помню уже. А, да, на этом же этаже там с другой стороны. Потом поднимается второй этаж. На втором этаже там где-то часть процедур там находится. Потом там какой-то сок. Я не помню, как этот сок расшифровывается. Кто знает, в комментариях напишите. Туда заходишь. То есть там заходишь первый этаж. Часть находится там. То есть у них, получается, в этом вот как бы другой корпус, может, переходишь даже. Наверное. Не знаю. Короче, там, получается, там же вот в этом соке есть еще второй этаж. Ну, с этого второго этажа никак не перейдешь туда. То есть в центральный ход. Там, где сидит охранник, где находится все остальное. Оттуда вы не перейдешь. То есть только вот тут, я не знаю, там катакомбы. Первое время мы ничего не могли найти, что где находится. Ну, потом уже, конечно, привыкли. Но неудобно. Вот честно, неудобно. В принципе, оказалось, это здание строили недавно. Чисто для санатория. Не знаю, зачем они сделали настолько все ужасно. Могли бы сделать попроще, правда. Могли бы сделать там первый этаж, допустим, там охранник, да, сидит там. Ну, бассейн, понятно, делал первый этаж, да. Аптека, магазин могли сделать, кстати, свой вполне могли сделать. Потому что там не купишь нигде. Ни сок не купишь, ни лимонад, там ничего-нибудь, булочку какую-нибудь там не купишь. Или печенье, там пряники, то есть вафли, да. Чупа-чупцы, там этого нигде не возьмешь. И, соответственно, за территорией, там есть выход на Жигулевское море, там магазина, как выяснилось, тоже нет. Потому что, не знаю, кто-то нам сказал, что якобы там был когда-то магазин. Да, там когда-то был. Сейчас его нету. В принципе, для своих же могли бы сделать какой-то там, ну, не знаю, что-нибудь сделать. Могли бы на первом этаже, да, на втором этаже сделать, допустим, все процедуры разные. Там могли заняться огроменный второй этаж и третий этаж, например. А с третьего этажа уже могли там еще плюс девять этажей построить уже самого, самих номеров. Но, получается, суть, знаете, как там, в принципе, видео вы видели. Остальные этажи, там у них получается огромный холл за чем-то. Хотя, честно говоря, лучше бы сделали побольше номеров, потому что народ приезжает. Хотя, не знаю, откуда столько людей, вроде там не так много номеров-то. И у людей получается либо, допустим, выход на Жигулевское море плюс дорога, которую слышно, которую по ночам слышно, которые люди по ночам постоянно все куда-то едут. Мотоциклы, там все такое. И вторая, а, ну еще, может быть, вбок туда-сюда и другая часть на лес. Вот, наверное, который выходит на лес или вот в какой-нибудь сбок, может быть, не так слышно дорогу. А вот там дорогу слышно. У нас стояло здание старого корпуса. У нас было, то есть была вот так дорога, а у нас выходила сюда. Как бы сбоку была дорога. Но было слышно. Маме мешало. Я забывала про дорогу. В принципе, не особо мне мешало. Ну, то есть вот дорогу там слышно. Ну, как-то забываешься. Не знаю, не слышно. Мы живем, в принципе, так же боком. Здесь, в Самаре, живем. У нас, получается, дорога сбоку. Там трамвайная линия у нас, машины, светофоры есть там всякие. Может, светофоры заглушают всякие. Ну, если прислушаться, я слышу летом трамвай. А если не прислушиваться так просто, живешь, что-то делаешь. По ночам даже открытые окна я особо не слышу. Привыкаешь. У мамы, конечно, мама живет, у нее тихо. Дворы кругом, у нее ничего не слыхать. Может быть, не знаю. Поэтому. У нас всегда были квартиры в тихом дворе. Может, не знаю. От человека, видимо, зависит. Мне не мешало. Мне было нормально. Солнечная сторона. У нас солнышко там было. Тепло всегда было. Хорошо. Но если бы была теневая сторона, было бы, конечно, наверное, это, попрохладнее. Вот. Также, кстати, там стоит аквапарк. Который, как выяснилось, с 2014 года закрытый. Которую починить никак не могут. Раньше было много народу. Туда ездило. Ну, видимо, не откладывали, наверное, они деньги на следующий ремонт. И денег с 2014 года. Представляете? Там сейчас 22-й же год. Да? 6, 7, 8. 8 лет. 8 лет. Представляете? Закрыто. Ну, конечно, там уже, если делать ремонт. Это сейчас там надо делать капитальный ремонт. И крыша. Там крыша где-то потрескалась. Уже он стеклянный полностью. И внизу, конечно, уже ремонта никогда в жизни не будет. Туда, чтобы сделать ремонт его, там, наверное, надо не один миллион рублей. Мне кажется, там даже сейчас цены поднялись. Конечно, даже больше. Было бы здорово, конечно, если бы кто-нибудь вложился бы туда. Какой-нибудь инвестор. Да? Или кто там? Инвестор, по-моему, да? И он бы работал. Было бы, конечно, здорово. Но там, опять же, тогда в этом санаторий было бы куча-куча людей. А когда мы въехали, первые дни, прям, было там очень классно. Людей не было. Ходят там всякие старушечки, ходят тихонечко, там, тихо, спокойно. Тишина. А если это сделают, там будут крики, визги. И он еще стоит близко к самому корпусу, в котором мы жили. Будет все слышно. Ну, с другой стороны, конечно, я не знаю. Я бы тогда, если был бы открыт этот аквапарк, я бы, наверное, там горка большая, я бы там, наверное, зависала сутками. Там интересно. Сделано так все. Ну, жалко. Может, когда-нибудь кто-нибудь увидит это видео, увидит меня. И какой-нибудь инвестор вложит туда, ну, не знаю, там много надо денег очень. Стоит он там. Тогда разобрать тоже денег надо много. Сделали бы там какой-нибудь планетарий, хотел сказать, какой-нибудь там зимний сад. Цветы бы, что ли, наставили там походить, погулять, цветы увидеть там какие-то. Не знаю, стоит просто, место занимает, как мертвая зона какая-то. Как-то не очень приятно даже, честно. Вот. Вот так вот мы с вами отдохнули. Сколько там у нас уже? Ну, 30 минут как раз болтаю. Не знаю, по-моему, я рассказала все, но мне отдых безумно понравился. Очень безумно понравилось мне отдыхать именно с мамой, то есть в взрослом возрасте, вместе с мамой. Ну, не знаю, по крайней мере, мне это очень круто, с ребенком и с мамой. Не знаю, смотря какие отношения, конечно, у других со своими родителями. Если отношения очень плохие и так дома, то там наверняка могут быть тоже плохие отношения. У меня с мамой, слава богу, наладились отношения, очень хорошие отношения. И мы отдохнули прямо очень классно. Мне понравилось отдыхать с мамой. Везде с мамой, везде с мамой, везде вместе с мамой, с мамой туда, с мамой туда. Это прямо классно. Вот. Мама может там на обед остаться с ребенком. В обед я спокойно ходила в лес, отдыхала в лесу, проводила трансляции, кстати, флаки у меня есть. Там людям показывала лес и все такое подобное. Вот. В лайк, кстати, можете тоже зайти посмотреть. Там у меня СМР всякие снимаю, я всякие видео. Ну, в основном, да, сейчас туда больше снимаю. Здесь надо монтировать. Много времени убиваешь по вечерам. Все гораздо сложнее. А там классно. Вот. О чем это я? Ну, блин, классно. Мне понравился санаторий. Но если бы там вот был, знаете, вот там вот не хватает, наверное, знаете, какие минусы? Мне не хватало гамака. В лесу поваляться на гамаке. Полежать. Подремать. Ну, территория закрыта, в принципе, можно, да? На гамаке полежать, подремать. Там деревья есть, парочку, там несколько гамачков. Прям классно. Первый, как раз мы в начале июня поехали. Видео, конечно, выйдет с опозданием, с большим, как всегда. Вот. Но народ был мало в начале июня. Потом, конечно, там прибыло столько людей. Не знаю. Это очень много. Много с детьми. Все-таки, конечно, с ребенком хочется поехать куда-то отдыхать, да? Но когда есть еще параллельно другие дети, это постоянный крик, виск, писк. Ну, не отдохнешь. Даже в лесу я иногда слышала детские крики. Кому-то там что-то не понравилось, он там завизжал и все такое. Вот. То есть, что еще из минусов? Лес маленький. Побольше хотелось бы. Чтобы вот дорожки какие-то или просто большая дорожка, как у соседнего санатория. Там, кстати, через забор можно пролезть, все это найдете там. Туда лазают, спокойно лазают. Ну, охранники там, конечно, стоят, спрещают. Но можно пролезть. Там хороший лесочек такой, можно прогуляться. Разные растения интересные. Вот. Есть у них даже выход туда еще в другой лес, который не закрытый забором. То есть, все это там можно. Вот. Ну, в принципе, наверное, и все. Нет магазина. Жалко, конечно, это очень было. Я вызвала такси. Поехала уже в Тольятти в сам магазин. Меня на такси прям туда довезли. Магазин был Пеликан. Там все купила. Вызвала такси. Такси снова приехало. И меня привезли обратно. Ну, только таким способом. Ехать на автобусе я попаялась. Потому что, во-первых, это ждать. Автобус надо долго. Во-вторых, куда он меня там отвезет. То есть, идти искать остановку. То есть, ну, по чужому городу мне было одной страшновато. Опять же, одной. То есть, если ехать с мамой, ребенка оставить не с кем. Если ехать с ребенком, это ждешь уже такси с детским креслом. Это сложнее. Даже в Самаре у нас сложнее. Долго ждешь такое такси. То есть, ну, приходится, конечно же, одной ехать. Ну, там всего накупили. Всяких вкусняшек и поели. Только так. Ну, как раз там такси вышло у меня где-то в 250 рублей туда-обратно. Ну, это и туда, туда, по-моему, 100 рублей, а обратно 150 заплатила. То есть, ну, блин, ну, как-то так. Хотя там довольно близко. Можно было, наверное, за эти деньги поехать тогда в Ашан сразу. Сразу там затарится как следует. Ну, там уже оставалось у нас там меньше недели. Поэтому там дней 5, по-моему, у нас оставалось. Поэтому уж ладно. Ну, кто живет в самом интерьете, конечно, им удобно. Ну, там, в последний день у нас столик был на 4 человека. И в последний день нам подсадили женщину. Вот, в последний день нам подсадили женщину, которая 70 лет, как выяснилось. Хотя она выглядела очень молодой. Ей не хотела вставать лишний раз. Она постоянно мою маму или меня. Ой, а принесите мне вот это. А принесите мне это. Так вообще было. У меня уже так спина потом под конец разболелась. Там и так от матраса болит спина. Еще постоянно вставай. Принеси хлеба. Принеси мне кофе. Принеси мне сок. Принеси мне салай. У меня сыр закончился. Принеси мне сыр. Потому что ей там, видите, вставать неудобно было. Там мешало ей там что-то. А я, блин, скачи туда-сюда. Вот в последние 3 дня. Вот она у нас там 3 или 2 дня, что ли. Ну, в залог. Ее хоть посадили в последние 3 дня. А не с самого начала. Иначе бы я, не знаю, я бы не отдохнула. Постоянно. Утро. То есть завтрак, обед, ужин. Вот так вот прыгай, прыгай. Ей там все подноси. А встать вот самой пойти. Ей было тяжело, видите. То есть, ну, это неприятно. Сама толком не поешь. Понимаете, нужно успеть самой быстрее поесть. Ребенка накормить. Мама тоже должна поесть. То есть, отец не успевает. Затягивается время на еду. Не потому, что жалко. Ну, она, конечно, жила в Тольятти. Но тому я что-то забыла. Поеду в Тольятти. Домой пойду. Заберу. Села на автобус. Доехала там 2 остановки. 3 или сколько-то. Взяла что-то там. Привет. Приехала. Все. А то я забыла там что-то взять. Там мыльницу. Там что-то это. Ну, мыльницы там были. А, кстати, в номере был фен. Был фен. Тазик. В принципе, я там, по-моему, видео показывала. Это, кстати, очень классный тазик. Потому что постирать что-то надо. Сушилочка там на балконе была, чтобы повесить, сушить. Был дозатор с мыльным раствором. Там вот этот гель для мытья рук. То есть дозатор был. Мыльница, по-моему, не помню. Да, тогда мыльница была. То есть, ну, классно. Мне понравилось отдыхать. Очень классно. Ванная такая неплохая. Шторка чистая, беленькая прям была. Унитаз там, ну, змеевик. Да, там все как обычно. Кроватки очень. Кстати, матрас очень классный на кроватках. Нескребучие кроватки. Телевизор работал. Потом разобрались. Вот. Единственное, конечно, не хватало стола. Но за место стола там был довольно широкий такой подоконник. Сантиметр, наверное, выпирал он там. Ну, там и стены, кстати, очень широкие. Выпирали где-то на 90, 80 или 90 сантиметров точно. Вот. Такой широкий, огромный подоконник. Ну, мы на нем и кушали. Ужинали на нем. Рисовал ребенок у нас на нем. Балкон, балкон. Ну, балкон, конечно, ремонт требует. Но все равно. Вот. Очень сильно понравилось. Не знаю, если у вас будут какие-то вопросы, пишите. Не знаю. Я надеюсь, я рассказала вам все. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь и ставьте лайки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова